утренние рвоты и тошнота беременных на 50 75 процентов снижает риск потери ребенка так как женщина мало есть а это вроде как защищает плод воздействия токсинов снижает уровень инсулина и стимулирует рост плаценты а то что вы написали это не правда в том плане как это подается материал эти проценты дело в том что беременность рвоты тошнота наблюдается о почти 80 процентов женщин но даже те 20 процентов женщин которые не имеют ее не означает что они не выносят эту беременность моя дочь спать не имела никакой рвоты и тошноты вообще и выносила родила здорового ребенка я приводила данные в одном данные одного исследования одном из ответов в клубкоме и там говорила что эти исследования показали что есть незначительный то есть незначительно понижается риск преждевременных родов риск потери то есть выкидышей то есть такое так то есть снижение риска незначительно есть но если даже докапываться до статистической значимости этого снижения то у вас слишком не это фактически статистически низкий показатель поэтому а в реальности даже не нужно данное над этом зацикливаться мало того забудьте слова токсины вот этот слово токсикоз который придумали когда-то давно врачи до сих пор пользуются наши врачи но не делает не выделяет беременность какие-то токсины не убивает вас ваш эмбрион это же ваш ребенок не убивает никакой говорится никаких токсинов в организме беременной женщины нет и как раз уровень инсулина не снижается он наоборот начинает повышаться потому что требуется больше энергии повышается уровень глюкозы и возникает некая повышается резистентность усвоения глюкозой глюкозы мышечными тканями вообще тканями организма и и фактически это не стимулирует рост плацента плацента будет так или иначе расти если это здоровая беременность если это здоровые зачатие и поэтому отойдите вот таких я бы сказал псевдонаучных фактов когда берут какой-то научный факт перекручивает начинает как бы добавлять какие-то несуществующие проценты и начинает вот это все объяснять несуществующими теориями это называется псевдонаука отойдите от этой псевдонауки данные есть но не такие